здравствуйте друзья заехал к нам автомобиль hyundai santa fe 12 года выпуска с пробегом 121 тысячу километров с жалобой на шум при работе двигателя сейчас будем менять цепи гир грм михаил очень быстро уже успел отключить аккумулятор и частично разобраться михаил расскажи пожалуйста пару слов чем занят санчиваем при он из кондиционера потому что кроме замены цепей грм еще будет замена который идет от кондиционера вот сюда штуцер высокого давления дырявая да она там протекает но он как бы приехал машину только купил кондиционер не работал мы его заправили просветили утрофиолетом и увидели что там есть течь маркер проявился который идет от компрессора сюда вот плюс еще ко всему видны среди надрыва на ремне приводном плюс шумят все ролики плюс и коленвала тоже как бы выглядит не очень ну мы его снимем вам покажем как он выглядит там то есть у них есть такая проблема с этими машинами особенно когда стоит двигатель до 4 аж у них от слова от металла и поэтому нужно его вовремя поменять иначе скид можно просто дороге потерять соответственно покажет все навесное оборудование и на двери на автомобиле передвигаться будет нельзя кардинальное решение проблема запуска двигателя трогать это нужно крайне осторожно лучше вообще не приказ нише ваше первое впечатление грязненько масло малой не часто меняли или давно не меняли но в целом то ничего не дали похуже солидол то не валяется уже неплохо проверяю вот рокера гидрики чё там на месте состоятельно месте по валам вроде тоже неплохо выработка везде разномерная значит скорее всего тоже гидрокомпенсаторы работают тут цепь уже когда снимем крышку переднюю там посмотрим сколько вышел в натяжителе будет принципе все видно я кстати хочу обратить внимание наших подписчиков на вот эту звездочку если вы там будете что-то снимать распреды и все остальное не забывайте что эта звездочка она подпружиненная то есть она разрезная здесь стоит пружина которая зажимает одну часть вот видите вот разрез одну часть и вторую прижимает к этому валу здесь есть метки как внутри так и снаружи этого нельзя ну то есть нужно чтобы они и там и там совпадали если этого не будет то распред будет болтаться и стучать да кстати еще бывает что распредвал ну когда есть сильная выработка на нем вот этой первой шейке вот здесь вот на первой шейке бывает выработка и нужно проверять на люфты иначе тоже может быть стук если этого не проверить уберете задержки дергать все вал стоит на месте значит все хорошо здесь вроде все прошло ну да а кстати вот злочастный наш санта-фе всем любителям менять топливный фильтр можете посмотреть где он находится он находится вон там то есть вы видите у меня здесь уже все пусто чтобы до него добраться нужно снять ну это то есть там для тех кто будет задавать вопросы почему поменять дорого топливный фильтр так вот чтобы до него добраться нужно снять аккумулятор снять корпус фильтра воздушного и только потом вы к нему доберетесь но его тоже то есть неплохо не не просто оттуда достать там нужно отключить но открутить от него блок управления двигателем провод вот этот вот убрать потому что болты крепежа не аж вот они вот здесь вот видите вот я прям липсодером на них стучу такие дела поскольку владелец только купил этот автомобиль то отсутствие запаски он обнаружил когда мы машину подняли вот такой да ремешочек немножко порвано так конечно видно да весь потрескался но уставший да ну вот еще да да малыш вот он шкив то что я говорил видите пошла ржавчина она обычно вот тут вот видите резинка идет вот одна часть металлическая вторая часть металлическая между ними резина вот он здесь больше здесь меньше то есть на это успокаивает холебания когда вы видите что у вас пошла ржавчина вот в этих вот местах что он уже отслаивается то есть его может оборвать и лучше вот когда вы увидели такое нужно поменять потому что оборвать его может какой момент зачастую это бывает где-нибудь дороге как всегда не вовремя конечно это ролик натяжителя обратите внимание на износ вот этой части натерл это ремнем из-за того что люфт на шкиве был из-за этого ремень вращался и терся по корпусу ролика натяжителя и здесь видно что не ровно ремень ходил вот блестящая сторона это где ремень был когда уже шкив болтался а вот эта ржавая часть это где ремень только в самом начале крутился потом из-за увеличившегося люфта ремень сместился ближе к корпусу а эта часть заржавела смотрите как цепь нижняя болтается но видно снатяжитель вот этот вообще не работает вот она у нас не получается нижняя начальника не работает меняется что раз два раз два успокоитель 34 успокоитель и две цепи ну и два гидро натяжителя соответственно что нам нужно сейчас мы снимем вот эту верхнюю цепь покоитель снимем потом отстрелим звезду на тнвд помощи съемника и потом с ним нижнюю успокоитель потому что нижняя цепь нижняя цепь если не отсоединить эту звезду она не выйдет видите корпус она упрется в корпус вот здесь я пальцем показываю вот и она здесь просто не пройдет в здании даст ей выйти хочу обратить ваше внимание как михаил подготовил рабочее место и больного к операции видите все чистенько аккуратно пять с плюсом молодец михаил ждем запчасти которые должны подвести с минуты на минуту распаковка новых запчастей да то что предстоит нам установить что у нас здесь сальничек передней крышки под шкиф каленвала новый шкиф орига это у нас успокоители два три четыре штучки все оригинальные как положено это у нас гидронатяжители это нижние цепи они одинаковые да? они разные? они нижние и верхние разные вот он нижний снотентивная форма какая-то а вот он верхний он выглядит совершенно по-другому ну и цепь вот это оригинал поясни пожалуйста эти звенья почему они медные такие желтого цвета это замок? по ним выставляются метки плюс мы еще будем применять трубку кондиционера ну это та которая текла да вот с цепи на втором столе высокого давления плюс прокладка клапанной крышки мы клапанной крышки чтобы поменять ГРМ нужно ее обязательно снимать и кладочку можно ставить новую и медные файбочки с половиной длясящие под форсунками тоже будут ставить новую и ремни с роликами да? ну ремень с роликами да, нагрузочки плюс воздушные инферционные я уже поставил и топливные я тоже поставил все подготовлено для установки новых цепей баллестит и сияет как все удивительно да и прям по длине все хватает по удивительности это не хватало до нового зазора нет? прям видно смотрите помните мы снимали у нас цепь болталась внизу и на натяжителе на нижнем был зазор вот сейчас еще ничего не затянуто еще ничего не отпущено но смотрите зазора нет вообще когда новая цепь то есть это говорит о том что когда вот на прошлый раз снимали о том насколько они были растянуты и вот сверху тоже он торчал наполовину этот натяжитель видите вот сейчас я натягиваю, подтягивается я пальцем успокоителем и там тоже там пару миллиметров а он там торчал где-то на полтора-два сантиметра то есть вроде бы цепь железная она вытягивается и из-за этого даже то есть вплоть до того что сбиваются фазы газораспределения то есть двигатель не менее равномерно работает ну и здесь судя по пробегу да и по дефекту по износу цепей дефект все-таки пробег все-таки занижен это наше подозрение но но это не точно что все метки совпадают можно отстреливать давай дергать и 4 секунды да у нас есть совсем другой процесс натяжки помните вот этот нижний вот это все видно не видно все он вышел да все цепь натянута в данный момент он просто подпружиненный потому что масло в натяжителе не закачано поэтому он будет мягко двигаться просто пружинкой значит держать за счет пружины силы а когда накачаем масло будет уже когда накачается масло он будет зажатый и держаться крепко и стучать не будет как перед этим все ждем с нетерпением запуска но у нас же еще есть пар моментов о которых ты обещал рассказать чуть попозже это клапанную крышку ты так отмыл ее да? прям как новая даже лучше лучше новая ничего не бывает будем уже обманываться телезрителей неплохо неплохо американцы считают что лучшие восстановленные моторы гораздо лучше чем новые блоки во всяком случае это их личное мнение вверх почти собрал, да Миш? да, вверх почти собрал портунки поставил на место сейчас собрал трубочки топливные поставлю на место прикручил воздухан аккумулятор и будем дособирать вниз итак, мы внизу Миша обещал показать очень интересный момент один да, тут как бы после покупки было выявлено что есть какие-то проблемы с коробкой и видно что она вскрывалась герметик не родной вид для оранжевого герметика это заводской герметик и здесь сверху черный то есть она разбиралась это раз ну тут болтов где-то не хватает на крышку вот видите да она мокрая все какая-то мокрая это потому что когда мы ее запустили проверить уровень масла на заведенном проверялись слили отсюда больше литра мощного масла какого масла? больше литра лишнего лишнего масла это первое второе здесь по каким-то причинам отключили КПП не знаю видно не видно вот здесь вот выходят трубки из радиатора охлаждения двигателя вот они вот и к ним должна подключаться коробка то есть там идет теплообменник внутри радиатора по которому масло циркулируется и то есть холодное время подогревается жаркое время охлаждается над шлангом прям да? да 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 но здесь установили дополнительный радиатор то есть отсоединились от основного и поставили дополнительный радиатор с вот этой вот стороны с магнитным шильцем то есть есть ощущение что коробка долго не проживет иначе бы таких процедур никто не делал ну в данный момент мы что сделали мы слили лишнее масло сейчас мы закончим работу с двигателем и отправим клиента кататься то есть если коробка в себя не придет после того как мы ее избавили от лишнего масла то придется разбирать ее смотреть что случилось и ремонтировать ага спасибо новый шкив новый натяжитель новый ремень ролики мы видели новые все прекрасно ставим защиту заливаем масло и пытаемся завести еще колеса будем прикручивать а да это самое главное ради чего все затевалось то а вот у нас когда все собрано и топливный фильтр у нас находится да вот за корпусом воздушного фильтра вот там за бачком с тормозной жидкостью вон там он вон он там выглядывает разъем все масло залито да масло залито масло залито фильтрочки там новые везде все как положено практически мы все закончили нам осталось только поменять фильтр салона заправить систему кондиционирования и правильно запустить автомобиль почему я говорю правильно потому что дизельный двигатель после замены цепей ГРМ да в принципе любой двигатель после серьезных ремонтов нужно заводить правильно то есть как нужно сначала подкачать масло для чего для того чтобы гидронатяжители наполнились гидрокомпенсаторы наполнились чтобы это все при первом запуске не получило серьезных повреждений износов все остальное то есть как вы видите я еще не подключил топливные форсунки для чего для того чтобы двигатель просто-напросто не запустился сейчас крутим стартером закачиваем масло в систему мы меняли топливный фильтр поэтому нужно обязательно подключить компьютерную диагностику и прокачать топливную систему то есть подключить насос то есть нужно активировать насос чтобы он прокачал топливную систему чтобы может видно было доходим к модулю управконтроля двигателя модуль управления двигателем и подключить и то есть удаление воздуха и топливной системы то есть он там предлагает нам определенные действия выполнить то есть включить зажигание и двигатель не заводить просто это нажимаем машину и подключить какие-то проводочки с лишними разъемами и я так понимаю что в этом автомобиле удалили иммобилайзер когда что бы заводилось ну видимо какие-то проблемы с ним были либо ключ потеряли либо я не знаю может она в угоне была тут уже самому богу такого известно и в общем вот эти вот провода грубо говоря я так понимаю сделали обход иммобилайзера но обычно это все делается просто программно зачем такие сложности я не знаю как в местах делали в общем сейчас удалим ошибки но по иммобилайзеру она останется я так понял по иммобилайзеру она останется потому что сам приемник антенна иммобилайзера она здесь просто ее видите она не отвечает ее здесь в этой машине я так понимаю просто нет ну что заводим по-настоящему она там она там она там она там Ну и в завершении от ремонта остались вот старые запчасти. Ну и в завершении ремонта ставьте лайки, пишите комментарии, будем рады вас видеть у нас в сервисе. До новых встреч в эфире. Вот теперь ремонт можно точно считать законченным полностью, раз установлен пыльник на двигателе. Продолжение следует...